Казахстан 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 Дисциплина бизнес-коммуникации. Тема 11. Систематизация и хранение документов, документы оборот и автоматизация делопроизводства. В рамках данной лекции рассматриваем следующие вопросы. Систематизация документов на предприятие, документы оборот на предприятие, автоматизация документационных процессов и особенности хранения документов, технологии подготовки заключения коммерческого соглашения. 3. Организация и систематизация документа оборота на предприятие, понятие документа оборота, движение документов в организации с момента их создания и получения до завершения исполнения или отправки. 3. Термин документа оборота появился в литературе в 1920-е годы в работах таких крупных специалистов в области управленческого труда и делопроизводства, как Дрезин, Майзельс, Покровский, Кержинцев, сформулированные основные положения его организации, 4. Организация документа оборота на предприятие – это правило, в соответствии с которым происходит движение документов в учреждении. 5. Организация документа оборота предусматривает рациональное движение документов, включающие как операции с документами, так и все их перемещения. 6. Документы, поступающие в организацию, проходят первичную обработку, предварительное рассмотрение, регистрацию, рассмотрение руководства, передачу на исполнение. 7. Виды документа оборота выделяют три основных типа документов, составляющих централизованных документов оборота – это входящие, исходящие, внутренние. 7. Входящие документы – это документ, поступивший в учреждение. 8. Большинство входящих документов должны порождать соответствующие, исходящие, установленные сроки. Сроки могут быть установлены нормативными актами, предписывающими то или иное время ответа на соответствующие входящие документы. 9. Или могут быть указаны непосредственно в входящем документе. 10. Письма граждан, служебная корреспонденция, директивные документы высшестоящих организаций. 11. Исходящий документ – это официальный документ, отправляемый из учреждения. Большинство исходящих документов является ответом организации на входящие документы. Несмотря на то, что часть исходящих документов готовится на основе внутренних документов организации. 12. Небольшое число исходящих документов может требовать поступления входящих документов, например, запросы и другие в другие организации. 13. И инициативные письма, ответы. Внутренний документ – официальный документ, не входящий за пределы подготовящей его организации. 14. Данные документы используются для организации работы учреждения, так как они обеспечивают целенаправленное решение управленческих задач в пределах одной организации. 15. К внутренним документам относятся организационно-правовые, организационно-распределительные документы, отчетные информационно-справочные и распределительные документы. 15. Сроки исполнения документов. Срок установлен нормативно-правовым актом, организационно-распределительным документом с пометкой «Срочно», «Не заменить длительно» – 3 дня, с пометкой «Оперативно» – 10 дней, если срок хранения не указан – 30 дней. 15. По направлению движения горизонтальные, связывают структурные подразделения одного уровня управления и вертикальные – это восходящие и нисходящие, связывают структурные подразделения различных уровней. 16. Систематизация документа оборота. Систематизирует, значит, распределить элементы объекта по признакам храства, сходства, то есть классифицировать и типизировать их. 16. На практике простейшей классификации документов является группировка их в определенные предметные комплексы, так называемые дела. 17. Текущее хранение документов. Текущее хранение дела подразумевает хранение деловых бумаг, решения по которым еще не были приняты или находится на стадии выполнения. 17. Текущее хранение документов означает их хранение в подлинниках, где указан перечень на именование дел, заводимых в организации, и указанием сроков их хранения, оформленных в установленном порядке. 17. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok